Здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь Игорь Улдашев и мы идем в прямой видеорепортаж с производственной площадки КПСР-группы Урод Минск. Сегодня в моем середине продолжает быть директор производственного подразделения КПСР-групп Циганов Андрей, который с нами более подробно поделится о станках ЧПУ. Знаете, на самом деле на этом предприятии существует два вида обработки, как я вам говорил, то есть это первичная обработка и обработка более чистовая, более такая точная. То есть что самое главное, вот если вы увидите, здесь очень такая мелкая резьба и на самом деле очень высокие допуски к посадкам, к квалитетам. Но более подробно об этом нам расскажет Андрей и поделится, конечно, самой философии, почему так у них произошло именно разделение по токарно-фрезерным универсальным группам. Андрей, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Игорь. Действительно, вы держите детали, как правильно Игорь заметил, мы можем обратить внимание, это заготовка, которая была отрезана на заготовительном участке. А сейчас мы находимся на участке с числовым программным управлением, где идет точная обработка штока. Это делается за четыре установки, потому что не все можно достичь как бы единой установкой. Действительно, это оборудование мы используем, где требуется высокая точность обработки деталей. И таким образом, загружая частично это оборудование, не полностью как бы с предварительной и с частичной обработкой, мы достигаем максимального эффекта использования этого оборудования. Таких станков у нас пять. Три из них чуть более старше, можно сказать. Это практически новые станки СКТ-160 производства фирмы Hyundai. Работают они без нареканий. Мы довольны их качеством теми операциями, которые выполняют. Главное, они что позволяют добиться нам той точности, которая необходима для изготовления наших деталей. Как я говорил уже по операционному контролю, на каждом участке существует определенная карта, где видно, какая операция должна быть сделана, последовательность операции. И, соответственно, исполнитель, который делает эту операцию, четко понимает, что за чем должно быть выполнено. И сферить сможет это с тем же чертежом, которые подписаны, как бы существуют на каждом участке и выдаются предетали. Андрей, если говорить все-таки о ваших станках, которые более новее, Hyundai, какие координатные они? И я так понимаю, что за один установок вы можете делать несколько операций, снимая уже фактически готовые детали? Да, есть такие детали, которые делаются полностью за одну установку. И больше того, мы даже используем под такие детали, где позволяют за одну операцию выполнять сразу несколько циклов заготовки использовать. То есть мы отрезаем заготовку сразу на несколько деталей, и за одну установку получаем 3-4, а то и иногда сразу 5 деталей, которые, как бы, сокращая операционные настройки, как бы, перед заменой деталей, все остальные. Таким образом, достигая максимального возможности работы этого оборудования. Я еще понимаю, что у вас здесь происходит, ну, не только изготовление штаков, потому что, уважаемые зрители скажут, ну, мы показываем только штака, а на самом деле, да. Еще раз покажем какую-нибудь другую деталь. Скажите, пожалуйста, на самом деле, какой вид детали у вас также здесь обрабатывается на этих станках? На станках более мощным, потому что, уважаемые друзья, здесь вот сбоку стоит еще такой большой, раз в два больше этого станка. Для корпусных деталей, так понимаешь, что еще? Это фрезерный обрабатывающий центр, который позволяет нам в том числе обрабатывать корпуса. Мы говорили о том, что есть изделие, которое проходит полный цикл, как бы, отливается в наши непосредственные формы, которые мы сами изготавливали, и полная обработка корпусов, как бы, делается на данном фрезерном центре. Действительно, как бы, на данном оборудовании делаются наиболее точные детали, которые требуются высокой точностью. Ну, как мы уже, как бы, начали со штока, продолжаем штоком. Ну, вот, в частности, следующая обработка, которая будет производиться, как бы, у оператора здесь стоит, втулки, здесь делаются тарелки для наших изделий, все плунжера проходят непосредственно здесь обработку. Все точные детали, где требуется достаточно высокая точность, проходят непосредственно через это оборудование. И также, насколько понимаю, вы независимы в плане аутсорсинга, то у вас нет практически сторонних заказов, все вы делаете сами для себя. Кроме, конечно, резины, уплотнения. Нет, есть покупные детали, как бы, от этого, как бы, я думаю, что все производители это используют, потому что закрывать на сегодняшний момент полный цикл всех деталей нет необходимости. Есть гораздо проще, это можно, как бы, взять у партнеров. У нас есть аутсорсинг, мы его используем, но в незначительной мере, и это касательно действительно тех трудоемких, больших операций, которые есть, которые мы не можем выполнить, или считаем о том, что эти операции смогут сделать другие более качественные и быстрее. Тогда мы привлекаем к аутсорсингу. Но в большинстве своем стандартную всю продукцию мы делаем собственными силами на данном производстве. Замечательно. Ну, дорогие друзья, я хочу срезюмировать, на самом деле, что значит аутсорсинг. Ну, возьмем, к примеру, автомобильную промышленность. Все прекрасно знают и понимают, как собираются сегодня автомобили, те, которые колесят по нашим улицам на производстве. И когда говорят на арматур строителям, что вы не обладаете производством, это люди не понимают то, о чем они имеют в виду. Потому что, на самом деле, полноценное производство начинается с заготовки и идет последовательно. Идет по вот таким вот маршрутным картам, о которых мы более подробно вам расскажем. И, конечно же, обладает система менеджмента качества, система ОТК. Я считаю, что это сердце, эта кровь, это хребет всего производства, система ОТК, которая действительно, она позволяет соблюдать то качество, последовательность операций и нести ответственность каждому сотруднику в единой команде, в готовом изделии, которое будет установлено, возможно, на вашем трубопроводе или недалеко находящейся от вас котельной ТЭЦ, водоснабжающей организации. То есть, на самом деле, применяемость клапанов заполненных регулирующих КПСР групп очень велика. Но во всем по порядку, поэтому, уважаемые друзья, на сегодня мы заканчиваем обзор репортажа о установке станков ЧПУ. Говорить об этом уже много, но на самом деле, хочется просто вам сказать одно. Приезжайте сюда, увидите это производство и, конечно, звоните. Отдельно хочется отметить, Андрей, что вы выпускаете ЗИП, ЗИП к своим клапанам, опять-таки, повышая ремонтопригодность. Я так понимаю, что это все делается тоже здесь, все это пакуется и в любой момент может поставлено быть заказчиком. Да, абсолютно верно, вы заметили, что любое изделие, и мы на сегодняшний момент развиваем сервисные службы, которые есть, мы с нашими партнерами договариваемся о организации сервисных участков удаленных, которые будут позволять нашим потребителям получать эту услугу гораздо быстрее, чем обращаться на завод. Любая деталь, которая существует в нашем клапане, она может быть изготовлена по тому чертежу, которые утверждены, и может быть поставлена в любую точку любому потребителю, если это необходимо. Да, дорогие друзья, это я сказал не просто так, потому что существует такое направление серой арматуры, когда непонятно какую-то взявшуюся арматуру поставляется вам по цене ниже заводской. С чем это грозит? Это грозит, прежде всего, что вы будете сняты с гарантии. Выбирая завод, вы выбираете качество, сервис, поставку и, конечно, надежную продукцию. Поэтому с вами не прощаемся, мы продолжим следующим репортажем, расскажем вам о системе ОТК, расскажем вам о сборке, о контроле качества и, конечно, ремонтопригодности клапанов запорных и регуляторов давления КПСР Групп. Удачи, друзья, не прощаемся с вами, до новых встреч. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова